В Чите прошла 10-я международная выставка-ярмарка «Приграничное сотрудничество». В ней приняли участие более 20 экспонентов из Харбина, Яншаня, Янтая и Маньчжурии и читинские компании, работающие в сфере туризма, строительства, сельского хозяйства и промышленности. Приграничное сотрудничество является важнейшей составной частью международных и внешнеэкономических связей России, Китая и Монголии. Также на выставке были представлены изделия ручной работы, которые сразу привлекали внимание своей уникальностью. Как, например, предприниматель Агинского округа Саяна Шукартуева. Она приехала с поделками и украшениями из костей собак, свиней и минералов. Это чисто такие наши традиционные вещи, которые пришли к нам из глубины веков. Я их перерабатываю и делаю такие современные вариации того, что делали раньше в Урятске. А камни, они ведь живые, они помогают. Они излечивают этот разный болячек. Они помогают приобрести близких друзей, любовь обрести, замужевать, детей родить. То есть каждый камень имеет свою историю многовековую. Представьте себе. Камень лежит в недрах земли. Тут тысячи лет выходит на поверхность. Он совершенно обладает своими магическими силами. Предприниматель из Китая Лио Хуань привез на выставку часы ручной работы. Российских контактов у него не так много. Сегодня сотрудничает только с Москвой. Но он надеется, что благодаря выставке сможет увеличить их количество. Первая цель – это, прежде всего, представить всю продукцию. И вторая цель – это познакомить читинцев с продукцией, ну и, возможно, найти новых клиентов. По сравнению с первыми международными выставками число компаний-участников сократилось. Но, по словам председателя Совета директоров выставочного центра Владимира Алексеева, значительно улучшилось качество их продукции. Это, в первую очередь, общение между людьми, когда деловые круги двух или трех соседних регионов общаются и создаются новые проекты. Без проведения таких выставок невозможно осуществлять предпринимательские проекты. Поэтому это тот мост, реальный мост, который связывает предпринимателей двух стран. Россия нуждается в инвестициях и, конечно же, мы думаем, что наш сосед китайский, который достиг определенных успехов в развитии своей экономики, способен и может участвовать в решении многих российских проектов. Уменьшилось и число посетителей. Для решения этой проблемы торгово-промышленная палата Забайкальского края предложила построить новый выставочный центр со всеми удобствами за 300 миллионов рублей. Площадя выставочные будут где-то порядка 30 тысяч квадратных метров. То есть, я думаю, что в ближайшие 3-4 года данный проект будет реализован, будет построено здание и даст новый толчок к развитию Забайкальского края в том числе. Но этот проект пока в планах. И как он отразится на инвестиционной привлекательности региона, пока же только время. Анастасия Дремова, Анна Хвостова, специально для Забонфорум.